МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре 2013 года северодвинцы выбрали пятый созыв Городского совета депутатов. Состав получился сбалансированным. В представительный орган местного самоуправления прошли врачи и педагоги, руководители муниципальных учреждений, представители заводов, сферы ЖКХ и бизнеса. Это позволило всесторонне и взвешенно прорабатывать все важные городские решения. Мы избирались в 2013 году, сейчас заканчивается, можно сказать, 2017 год. Поэтому провели мы заседание. 35 сессий проведено за 4 года. Значит, работало 8 комитетов. Я считаю, что комитеты отработали очень хорошо. Значит, после работы комитета мы приняли на сессии около 450 решений. Но эти все решения, которые необходимы для жителей города Северодвинск. Я считаю, что отработали наши депутаты комитета хорошо. Люди были подобраны жителями нашего города Северодвинска для депутатского корпуса 5-го СССР. Я считаю, что прекрасно и мне повезло с ними работать. Значит, все очень ответственны. Поэтому решения, которые нами были приняты, они все претворили жизнь для нашего города Северодвинска. Один из главных показателей ситуации в городе – строительство жилья. Здесь Северодвинск значительно продвинулся вперед. За последние 4 года введено больше квадратных метров жилья, чем за предыдущие 20 лет. Я плакала от радости просто. Просто не знаю. Я очень сильно волновалась. Я вот вчера только получила документ, что я прописана на индустриальное. До этого времени я до сих пор не верила, что все-таки буду жить одна в квартире. Сама буду хозяйкой. С учетом этого года построены 55 домов общей площадью жилья более 146 тысяч квадратных метров. Из них 15 домов социальные. Северодвинск уверенно лидирует в регионе по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Более 3 тысяч человек переехало в новое комфортное жилье с благоустроенной территорией, детскими городками и парковками. Сегодня завершается финальный четвертый этап программы. Поддержка оказывается и молодым семьям. За 4 года выдано порядка 300 сертификатов на приобретение жилья. Только в 2016 году 130 семей получили денежные выплаты. Это порядка 70% от всех сертификатов, которые сегодня получает молодежь в Архангельской области. В нашем городе с успехом реализуется программа обеспечения жилья молодых семей. Мы стали участниками данной программы и на собственном опыте убедились, что получить поддержку от государства в наше время реально. Спасибо большое. Однако не только жилищный вопрос стоит в числе насущных. Пятый созыв городского совета активно продолжил программу благоустройства придомовых территорий. Благодаря ней с 2013 года отремонтировано 555 дворов, больше 175 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Установлено сотня детских площадок и 54 парковки. Тут на бульваре строителей 23 очень хорошая теперь дорога. И мы можем теперь кататься с друзьями на роликах по этой дороге. Важно учитывать, что все эти результаты были достигнуты в непростой экономической ситуации. Депутатам не раз пришлось решать вопросы о корректировке местного бюджета. По инициативе депутатов в Северодвинске начала работу программа «Уютный двор». Сегодня эта тема остается актуальной. Более того, начата реализация программы формирования современной городской среды муниципального образования Северодвинск. 25 лет ждали этой дороги. В 92-м году я уехал. Не отставало и дорожное строительство. В 2016 году завершилась реконструкция проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морского. Эта долгожданная автодорога была создана практически с нуля. Не в последнюю очередь благодаря слаженной работе депутатов городского совета и их региональных коллег. В этом году будут соединены проспект Победы и Морской. Таким образом расширится транспортная доступность этого района. Начало сентября уже дороги по кисти все въемы закончены. Всего за 4 года работы было отремонтировано 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Обновляли асфальт не только в самом городе, но и на пригородных шоссе. Объем финансирования на эти цели ежегодно растет и только в 2016 году составил порядка 400 миллионов рублей. По сравнению с 2010 годом размер финансирования ремонта дорог увеличен в 5 раз. Сфера образования остается в приоритете. За 4 года работы ремонт проведен во всех образовательных учреждениях. Это 106 зданий. Воспитанники впервые пошли в детский сад номер 84 АБВГД. Он красивый, он современный. Посмотрите, у нас все новое сейчас, вы видите, игровое оборудование новое, спортивное, музыкальный зал замечательный, игрушки красивые, современные, то есть участки оборудованные, по последнему слову, техники. То есть все, что необходимо детям для того, чтобы они получили качественное дошкольное образование, у нас в нашем детском саду есть. Ежегодно из бюджета на цели образования выделяют более 50% всех средств. Существенные вложения в эту сферу приносят и свои плоды. 2016 год стал рекордным для Северодвинска по числу золотых медалистов. Ученики наших школ регулярно занимают призовые места в региональных предметных олимпиадах и творческих конкурсах. Я хочу просто работать на благо нашего города, да и на благо завода. Может, у меня это пошло от того, что у меня дедушка работал на заводе, папа работает на заводе. Среди приоритетных направлений для депутатов всегда была поддержка нуждающихся в социальной защите. В нашем городе реализуется единственная действующая в Архангельской области программа помощи малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Исполняются и обязательства в транспортной сфере. Жители Северодвинска старших поколений ездят в общественном транспорте бесплатно, не только по городу, но и на пригородных маршрутах. К ветеранам относятся с большим вниманием и, надо сказать, что даже с таким спиететом. У него вот хотя бы взять, значит, бесплатный проезд. Мы же можем куда нам надо. Также при поддержке депутатов для жителей Северодвинска старшего возраста регулярно проводятся встречи и совместные вечера. Организуют свою работу ветеранские организации. Очень люблю наш город. Он прекрасный. И радуюсь сейчас, когда он так преображается. Особенно старая часть города. Я живу в центре города. И всегда очень любуюсь. За время работы пятого созыва существенно расширилось взаимодействие депутатского корпуса с местными социально ориентированными некоммерческими организациями. С 2017 года размер гранта, предоставляемого НКО, в рамках конкурса «Общественная инициатива» вырос до полутора миллионов рублей. Возрослое число НКО на текущий год. Их в Северодвинске насчитывается порядка 270. Многие принимают активное участие в жизни города. Большой упор в своей работе депутаты делают на развитии патриотической работы среди молодежи нашего города. Регулярно проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Поддерживаются различные акции патриотической направленности, творческие вечера и конкурсы, военно-спортивные состязания, мемориальные мероприятия. В 2016 году в Северодвинске состоялось открытие первого в городе крытого катка. Ледовая арена стала первой из крупных площадок. В дальнейшем планируется развивать стадион «Строитель», возвести лыжную базу и развивать прочие спортивные сооружения. Я занимаю Держа номер один в Северодвинске. Мне кажется, это большое для Северодвинска открытие. Все будут приходить, кататься. Всем это будет очень нужно. Заметным событием для городского совета стала программа по установке уличных тренажеров на открытых спортивных площадках. Всего за последние четыре года их было открыто 11. Очень приятные на свежем воздухе около моря, у нашего Белого моря. Это прям замечательно, что их поставили уличные тренажеры. Это оздоровительно, настроение поднимается хорошее и уже идет общение с людьми. Многое в Северодвинске делается и для сохранения культурно-исторического наследия. Ежегодно выделяется средство на ремонт памятников и объектов культурного наследия. Создаются новые мемориалы. Так, рядом с Дворцом молодежи выросла целая аллея, посвященная истории Северодвинска и почетным гражданам города. Сам же Дворец молодежи существенно обновился внутри. Был проведен ремонт, установлено новое оборудование и кресло. Кстати, многие депутаты лично принимали участие в субботниках по обустройству этой территории. Развиваются и другие учреждения культуры – драматический театр, парк культуры и отдыха, краеведческий музей, библиотечная система. В драмтеатре открыта малая сцена, на площади перед зданием заработал фонтан, библиотеки города регулярно ремонтируются и пополняют свои фонды. Своеобразным показателем культурного развития Северодвинска можно считать высокий уровень проведения общегородских мероприятий, привязанных к праздникам и юбилейным датам, а также большое количество горожан, участвующих в них. Ну, праздник, я хочу сказать, что получился сегодня на высшем уровне. Удивился тому, какие стали доброжелательные люди здесь. За последние четыре года в нашем городе прошли такие знаменательные события, как празднование 70-летия Победы, юбилей школы Соловецких Юнг, празднование прибытия первого союзного конвоя в годы Великой Отечественной войны. К слову, в 2016 году участие жителей Северодвинска в тех исторических событиях было отмечено присвоением звания города трудовой доблести и славы. Этот факт отмечен соответствующей надписью на стеле при въезде в город. Я лично, я лично и нашим поколением, мы гордимся нашим городом. Вы представляете, я приехал сюда, тут не было ни дорог, ничего не было. Ну, а сейчас я хочу сказать, правда, много лет прошло, но я лично горжусь городом. Я очень рад, что рядом со мной добрые люди. Депутатский корпус там, я скажу, они очень беспокоятся, а у нас оставшихся очень мало участников войны, да? В основе всех принимаемых решений взаимодействия с избирателями депутаты не только ведут приемы в своих округах, но и находятся в постоянном контакте с учреждениями, организациями. Эта обратная связь помогает вовремя решать возникающие проблемы и ставить актуальные задачи. Оперативное и последовательное принятие необходимых решений – залог развития Северодвинска. При отсутствии общего понимания и своевременного выделения средств город не смог бы претендовать на серьезную финансовую поддержку вышестоящих бюджетов и успешно реализовать планы. Депутатам Пятого созыва и администрации города удалось выстроить работу по совместной выработке решений. На какие объекты прежде всего направить ресурсы, на какие проблемы прежде всего обратить внимание. И в минувшие четыре года это было не противостояние, а именно поиск компромисса. Много поучительного, я думаю, даже отдельные моменты поучительного в работе по взаимодействию исполнительной и представительной органы даже на уровне областного центра есть что-то перенять, потому что у нас и то хромает вопрос его взаимодействия. Я думаю, что нашему городскому совету депутатов Новодвинска есть что взять из опыта города Северодвинска. Северодвинск особый город за счет мощного комплекса оборудованных предприятий, на продукции которых держится морская мощь России и ее ядерный потенциал. Однако этот факт накладывает и свои ограничения. Впереди значительная работа по продолжению программы развития Северодвинска как моногорода. В приоритете у городского совета создание современной инфраструктуры. Реконструкция Ягринского моста, соединение окружного шоссе и улицы Юбилейной, создание плана комплексной застройки старой части города, где значительные площади освобождаются в ходе работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже завтра на сессии депутаты должны выбрать нового главу Северодвинска. Ну а в предстоящее воскресенье состоятся выборы депутатов городского совета 6-го созыва. Кто войдет в новый состав, решать горожанам. Кто-то будет избран депутатом, кто не будет избран депутатом. Мы все тут живем в Северодвинске, поэтому должны друг друга уважать, понимать, дружить, как говорится, так и жить ради нашего города, любимого города Северодвинска, ради наших детей, ради наших внуков. Я хочу поблагодарить, вернее, да, действующий состав депутатского корпуса 5-го созыва, выразить им большую благодарность, большое спасибо сказать. Хочу поблагодарить также администрацию города Северодвинска, поблагодарить наши городоподушующие предприятия, руководители этих предприятий, поблагодарить наши ветеранские организации, наше общественное Объединение, профсоюзы, молодежную, коллектив, который у нас работает для города Северодвинска и просто жители Северодвинска. Также хотелось бы отметить совместную работу с контрольно-счетной палатой, с городским отделом внутренних дел города Северодвинска, с прокуратурой города Северодвинска, ну и со всеми организациями, которые имели взаимодействие в нашем городе Северодвинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова